друзья всем привет и вновь у нас ролик про сравнение конверта гибов почему вновь потому что у нас уже на канале на youtube канале был ролик про их сравнение и в комментариях было написано что конверта гиб рау бренда рау возможно он был не новый вы можете посмотреть отрывок сейчас вот видео где он поцарапал по-моему алюминий или полиэстер я думаю на на лицо не обязательно ох ни хренаси может и просто неаккуратно давай еще раз так куда другую сторону поаккуратнее не давали я вот так положу не было у нас движение я аккуратненько заложу продавлю и вот они костки все вот они костки так вот абсолютно новый рау и абсолютно новый ярпек или человек он называется раки да что значит раки руки да это русский кровельный инструмент дмитрия александровича как-то вот так вот поэтому он так и назвался будет также в обзоре маленький конверта гиб к сожалению конверта гиба рау маленького монету вот ну что есть что есть поэтому давайте поближе и будем сравнивать как гнет тот или иной конвертогиб делает ли вам повреждения на металле у нас сейчас в наличии есть металл от север стали ruftop есть полиэстер даже не знаю какой какого производителя вот есть алюминий дубайский есть алюминий тоже без имени не знаю какой вот есть урал матовый есть урал глянцевый и сейчас мы каждый из них попробуем каждым конвертогибом согнуть и посмотреть если разница итак друзья давайте начнем этот пока маленький отложим его потом покажем сейчас будем сравнивать эти два на изгиб и на повреждения берем давайте сначала металл ruftop мат от север стали ставим конвертогиб и загибаем одну сторону 90 градусов загнули смотрим повреждения повреждения вроде нету вот теперь давайте перевернем хотя смотрите хотя есть если видно 10 небольшие затертости надеюсь видно вот и попробуем сейчас в эту сторону также на 90 градусов смотрим с внутренней стороны чисто затертности я не вижу с внешней стороны вот она смотрите видите что творится вот такие повреждения на черном уже очень хорошо видно но скажу сразу что ruftop мат скажем так не славится своей краской и очень царапучий металл вот поэтому работаю с этим материалом и с таким конвертогибом надо быть предельно аккуратно возможно подкрыл какую тряпочку берем полиэстер обычный самый дешевый также с одной стороны делаем 90 градусов смотрю я не вижу с внутренней стороне никаких повреждений нету собратно страна же есть не знаю видно не видно но также как на черном вот и теперь другую сторону даже больше чем 90 согнули опять же здесь повреждения нету с этой стороны есть незначительные но есть надеюсь не отсвечивает и видно повреждения далее берем алюминий из дубая делаем тоже самое опять же стороны нету ничего повреждения согнули с внутренней стороны повреждений также нету с внешней стороны с грунтовки есть надеюсь видно и сейчас делаем то же самое после страны опять же с этой стороны нету ничего повреждения с этой стороны пожалуйста есть 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 царапки с обоих сторон далее я почему делаю еще всяких разных потому что также зависит от красочного покрытия самого металла где-то лучше где-то хуже скажем так это вообще без какой-либо краски просто обычный алюминий производителя не знаю но какой-то российский возможно даже не кровельный сгибаем с одной стороны здесь прям очень сильные повреждения здесь видно здесь тоже вот так вот видно ну с другой стороны гнуть не имеет значения потому что с обеих сторон одинаковый давайте теперь пурал матовый марка это фаб он мягенький такой давайте теперь его согнули внутренняя часть также чистая без повреждений с обратной стороны также все страдает есть есть царапки сейчас я думаю мы увидим с другой стороны здесь чисто а вот здесь уже видно это не то чтобы грязь и что еще это реальное повреждение металла урока с учетомом покрытия на вот этом пурале чуть чуть меньше но есть равно и берем урал глянцевый делаем то же самое чисто есть все равно все равно есть зазубрины зазубрины то есть царапины надеюсь видно и сейчас на зеленом это будет видно скорее всего да здесь чисто здесь есть повреждения как то вот так вот незначительное но есть все равно так теперь откладываем этот раупэк и берем ярпэк то есть конвертогиб и делаем все процедуры то же самое только с этим конвертогибом берем северсталь рок-топ это который очень царапучий и на с тем конвертогибом показал наверное один из худших результатов также гнем на 180 градусов чисто идеально чисто нету совсем нету никаких повреждений также как и здесь чисто так и здесь чисто берем полиэстер чисто чисто тут они согнули сейчас согнем с черной стороны что чисто чисто этот не согнул да с этой стороны давайте согнем его все вот странно чисто смотрите чисто везде чисто то есть если сравнить с тем загибом я думаю сразу видно что вот здесь вот видно от того конвертогиба такие а здесь абсолютно чисто дубайский алюминий дубайский алюминий кровельный дубайский алюминий кровельный здесь как-то веером видите гнет здесь больше здесь меньше но это не страшно чисто чисто абсолютно чисто вот пожалуйста где где у нас тот экземпляр дубая чтобы сразу сравнивать, показывать. Это тем конвертогибом видно. Видите? Кот сайт царапает. Здесь все чисто. Так, вот этот с одной стороны можно, потому что он двусторонний, алюминиевый нонейм. Здесь что-то есть такое. Давайте еще раз попробуем. Здесь чисто, а здесь вот на этом какое-то есть. А, ну это тоже, по всей видимости, немножко царапает, но это, скорее всего, свойство этого алюминия. Скорее всего, то, что он царапается так сильно. Потому что он реально не кровельный, потому что если его разогнуть второй раз в обратную сторону, он лопнул. То есть это не кровельный алюминий. А если возьмем, ну скажем так, алюминий кровельный дубайский, да, то если мы его туда-сюда будем гнуть много раз, он даже, он тянется. То он не сломается, как тот. То есть это кровельный алюминий. А это, скорее всего, нет. Так. Пурал матовый. Чисто. Чисто. Абсолютно чисто. С другой стороны. Возможно, то, что он так пропеллером гнет, надо... Вот здесь вот есть болтик настройки. Возьмем, или расслабить, или подтянуть. Я как получил, я вообще не настраивал, не пробовал. Вот при вас сейчас гнут впервые. Чисто. Видно, здесь все же тоже без царапин. Если мы возьмем от того конверта гиба, здесь видно, что... И здесь есть чуть-чуть, но здесь то, что ты этот вот металл Пурал матовый, и полиуретановая, по-моему, краска, она все-таки хорошая. И сам с всем металл мягкий. И остался Пурал глянцевый. Гнем. Чисто. Абсолютно чисто. Нет ничего. И с этой стороны. Тоже чисто. Тоже чисто. Вот так. Ну вот, ребят, вы сами все видели. То, что даже новый РАУ... Кальмирзаги ПРАУ, он все-таки царапает лакосочное покрытие на металле. То есть, если им работать, надо просто либо тряпочку подкладывать, какой-то типа мембраны, да? Либо, не знаю, но он будет вредить в любом случае. Вот. У кого такой же есть, у кого не вредит, попробуйте также. Это абсолютно новый. Вот. Как мы видим, этот совсем не вредит металлу. Гнет хорошо. Без претензий. Вот. По цене. Могу сказать, что вот этот сейчас стоит 20 тысяч рублей. Когда первый ролик был, когда я его снимал, по-моему, два года назад или три, он стоил-то от 12. Но и сейчас 20 стоит. Ну и как бы у него и дизайн изменился, и, по-моему, что-то металл, по-моему. Точно не знаю. Вот. И этот, по-моему, стоит, если не ошибаюсь, 65. То есть, в три раза дороже. То есть, я точно сейчас цену не знаю. Я вот ставлю ставку цены с магазина Ниволайн. Вот. Точную. И можете сравнить. То есть, цена, по факту, в три раза дороже нашего ярославского конверта ГИБа. То есть, опять же, никому не настаиваю, покупать, не покупать. Выбор за вами. Можете покупать РАУ. Можете покупать ярпег или, как он сейчас называется, Рукида. Все не могу запомнить. Есть вот на ручках. Вот. И давайте покажу маленький конверта ГИБ вам в работе. Как он гнет, как работает. Цена у него абсолютно такая же, как и у этого конверта ГИБа. Тоже стоит 20 тысяч рублей. Скажу сразу, что чем удобнее такой почему он нужен. Здесь подача 11 сантиметров, 110 миллиметров. Здесь подача 20-270 миллиметров. Насколько не изменяет память. Вот. Бывают на крыше небольшие, скажем так, места, где нужно сделать маленькие конверты. Вот. И давайте я какие-нибудь маленькие конвертики вам быстро покажу. покажу их в работе. Итак, ребята. Взял небольшие кусочки дубайского алюминия. По-моему, называется бренд UMC. Ну, у меня скоро будет обзор по разным алюминиям кровельным. Вот. Допустим, у нас есть картина на кровле, да, и нам надо поднять на стену, допустим, да, в виде бюндерфальца. Вот. Обычно, если нету конвертогибов, делается это либо с помощью рулогубцев, либо с помощью конвертогибов. То есть давайте попробуем сделать вот на таком маленьком конверте, конвертик. Разогнем. Значит, сделаем здесь чуть-чуть подгиб. И сделаем здесь небольшой подгиб. В эту сторону. В эту сторону. Здесь в эту сторону. Причем, я работаю, тоже не царапает. От слова совсем. Загнем. Не стараюсь сделать прям идеально, ровно. Я просто хочу показать работу конверта. То есть конвертик. Видно, не видно? Со стороны. Так, здесь так. Четкий конвертик. Как-то так. Или, допустим, где-нибудь нужно сделать ковшовый конверт, да? Вот это наружный конверт. И сделать конверт ковшовый. Допустим, здесь полка где-то сантиметров 8-9. Делаем биссектрису. Гнем. Согнули биссектрису. Вот. И с этой стороны наметили. Еще раз поднимем. Подчетче. Догнем конвертчик. Пожалуйста. Ну что ж, друзья. Будем заканчивать. Значит, если вы хотите приобрести именно Раупэк, да? Ссылку оставлю в описании. На магазине Неволайн 25 мм. Можете зайти, купить себе такой конвертогиб. Также оставлю номер телефона, контакты Дмитрия, изготовителя нашего отечественного конвертогиба. Можете прийти и купить себе вместо этого три вот таких вот. Или один такой, один такой. И еще 25 тысяч останется на какой-нибудь другой инструмент. Так что так. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. Подписывайтесь на канал ВКонтакте. Также на ютубе, в телеграме. Все ссылки остались в описании. Переходите, подписывайтесь. До скорой встречи. Всем пока. Продолжение следует.